В этом году отмечается 90-летие Ленинского района и Московской области. Но какую именно дату считать днём рождения муниципалитета, краеведы уверены 12 июля. Чтобы разобраться, когда же появился Ленинский район, нужно на 90 лет углубиться в историю. Именно в 1929 году, по словам краеведа Алексея Плотникова, тогда ещё московскую губернию ждали большие преобразования. Их определили три постановления Президиума в ЦИК РСФСР. В январе было принято решение создать пять новых административно-территориальных образований. Одно из которых – Центрально-промышленная область – в июле получила название Московской. И, наконец, третье постановление от 12 июля разделило Московскую область на районы. Делилось на 27 районов и округов. И в этом постановлении значился и Ленинский район. Так что вот эту дату и принято считать днём образования Ленинского района. В образованный район вошли город Люблино, посёлки Бирюлёво и Бутово, а также 96 поселений бывшей московской губернии. А центром стал дачный посёлок Ленино. Так в ту пору назывался ныне Московский район Царицыно. В начале сентября 1929 года это решение утвердил уже Московский областной съезд депутатов. И с 1 октября 1929 года созданные административные территориальные образования, в том числе и Ленинский район, обрели полноценный официальный статус. Ленино было центром нашего района вплоть до 1960 года, когда северная часть, включая Царицыно, отошла к Москве. А новым центром стал рабочий посёлок Видное. Потом было ещё много преобразований, но имя вождя мирового пролетариата до сих пор неразрывно связано с этими местами. Множество улиц и поселений муниципалитета и сейчас носят его имя. В горках Ленинских он часто бывал с сентября 1918 года по 1923 год. А с 1923 года по 1924 год он постоянно там жил, много помогал нашему району, когда он ещё не был Ленинским районом, а был только Волость и Уезд. 10 лет назад, к 80-летию района, краеведы издали золотую книгу, в которой упомянули все основные вехи истории нашего края. Сейчас идёт работа над новым юбилейным проектом, над созданием которого они трудятся совместно с сотрудниками Историко-культурного центра, редакцией газеты «Видновские вести» и администрации района. Книга, посвящённая 90-летию района, с тиражом тысячи экземпляров, увидит свет уже в сентябре этого года. Решение в администрации о том, чтобы она выглядела примерно так, как золотая книга, и в которой бы нашли отражение история, сегодняшний день и планы перспективы Ленинского района. Так уж исторически сложилось, что день рождения Ленинского района мы отмечаем во вторую субботу сентября, а день Московской области в самом начале октября. Нарушать эту добрую традицию краеведы не намерены. Просто в календаре праздников жители муниципалитета будет ещё одна значимая дата. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.